Здравствуйте, с вами Александр на канале финансовая независимость. Инвестирую я уже больше 20 лет, инвестиционный портфель уже серьезно перевалил за 30 миллионов рублей. Его можно увидеть здесь на канале по субботу. Сегодня будет очередной еженедельный аналитический выпуск по фондовому рынку и текущей мировой макроэкономической ситуации. Рассмотрю новости фондового рынка США, России, немного про Европу, Китай, будет доллар и нефть. Основные определяющие события – статистика и тенденции. Будут затронуты вопросы, что сейчас происходит с фондовым рынком, почему опять растем, налоги, вакцинация, инфляция, безработица, потребспрос и т.д. Как всегда, дам небольшую порцию важной статистики и, конечно, поделюсь своим мнением по ряду затронутых тем. Поехали. Начинаю с американцев. Ну а здесь все, в общем, довольно хорошо, все коррекции выкупаются. И, наверное, можно заслуженно сказать, что я так и говорил, но это совершенно не обязательно. Я действительно неоднократно указывал на то, что очередной выкуп коррекции наиболее вероятен при текущих условиях денежно-кредитной политики Соединенных Штатов Америки. Ну, в общем, давайте посмотрим индекс S&P 500. Очевиден очередной рекорд. Помню, что на канале в начале года было видео с прогнозами от различных банков, инвестдомов об уровнях S&P 500 на конец 2021 года. Так вот, там в большинстве случаев были уровни прогнозируемые ниже 4150 пунктов на конец вот этого как раз-таки 2021 года. Похоже, мистер рынок куда-то торопится. На прошлой неделе продолжалась перекладка из IT-сектора в акции стоимости. Это уже было не так явно, как в предыдущей неделе, но все же тенденция не прекратилась. При этом широкий рынок продолжал расти. Основная причина обновления максимумов – это и позитив по вакцинации, неплохая отчетность, и хорошие прогнозы по восстановлению экономики, ну там и так далее. Инфраструктурные стимулы добавляют позитива, да и тенденция по безработице вполне положительная. Так что получается, что все вроде бы как неплохо, опять дадут денег, и выходит, что пока на этом позитиве нет повода не расти. Однако бесконечного, опережающего экономические показатели роста фонда рынка быть не может. Баланс в той или иной форме сложится, но опять же, рано или поздно. Далее есть смысл посмотреть на индекс NASDAQ, ведь текущий пузырь на фондовом рынке прежде всего и в основном связан с IT-компаниями, входящими в этот индекс. На этом графике видно, что вот как раз в IT-секторе стоимость активов выше максимумов пока не идет. А в S&P 500 новые рекорды, что и подтверждает продолжение перекладки денег из ростовых акций, от IT-акций в дивидендные активы и в стоимостные акции. Для моего портфеля это, конечно же, хорошо, так как в нем заметно преобладают активы стоимости, заточенные под дивидендную зарплату. Поэтому у меня тоже по портфелю продолжаются рекорды. Хотя в долгосрочном смысле это совершенно не важно, важно, что рынок остается перекупленный и сильно опережает экономику на данном этапе. Но все же экономическое восстановление происходит, вакцинация продолжается, санитарные ограничения медленно, порой с переменным успехом, ослабляются все-таки. Хотя, совсем недавно прочитал, вы тоже с этими данными наверняка знакомы, то, что мировое распространение коронавируса сейчас продолжает бить рекорды. И чем очевиднее будет восстановление именно экономики, тем скорее ФРС США начнет зажимать ликвидность. Были уже высказывания Джерома Пауэлла на эту тему, и не только он один высказывался. Ну, пока робкие и неявные намеки, чтобы не спровоцировать резкий обвал. Далее, а сейчас, как всегда, предлагаю вашему вниманию небольшую порцию статистики. Безработица. Я традиционно показываю данные по заявкам на пособие по безработице, потому что они являются неким примерным индикатором реальных увольнений. Текущее положение дела с безработицей в Штатах очень интересно, но наглядно характеризует восстановительные процессы в экономике. Ну, поэтому я это и всегда показываю. По данным Министерства труда США, число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, упало до 547 тысяч за неделю, закончившуюся 17 апреля. Это является самым низким уровнем с марта 2020 года, когда во многих Штатах было введено обязательное закрытие большинства предприятий для сдерживания распространения COVID-19. Массивный пакет поддержки на 1,9 трлн долларов и ускорение темпов вакцинации COVID-19 поддерживают восстановление экономики и открытие рабочих мест. Это очевидно. При этом наибольшее снижение количества заявок было зарегистрировано в Техасе, Нью-Йорке, Флориде и Джорджии. Ну, в общем, жизнь постепенно налаживается. Деловая активность тоже. Далее. Потребительские настроения. По предварительным оценкам настроения потребителей в США выросли до 86,5 пунктов в апреле 2021 года. Это самый высокий показатель с марта 2020 года, в основном из-за улучшения текущих экономических условий и ожидания снижения безработицы. При этом инфляционные ожидания на год вперед выросли до 3,7%. Это самый высокий уровень почти за десятилетия. То есть инфляционные риски возрастают. Продолжаю. В общем, статистика по безработице и потребительские настроения в очередной раз порадовали. Но расстроили намерение Байдена увеличить налоги на прирост капитала. Вот об этом как раз идет речь вот на этом слайде. Чуть раньше рынки нервировала доходность десятилетних казначейских облигаций. Она затем немного стабилизировалась. И теперь все чаще говорят о будущих налогах. Рынок нервный. При этом все эти нервы и коррекции, которые сопровождают все эти нервы, продолжают методично выкупать и обновлять рекорды. Денег много. А чем больше денег, тем лучше настроение у мистера рынка. Но тем не менее, посмотрим, какое будет у него настроение в будущем, когда денег в системе станет меньше и дополнительно начнет чувствоваться давление со стороны увеличения налогов. Посмотрим. Это будет очень интересное время. Далее. Немного по Китаю. Замминистр иностранных дел КНР Лэй Юй Чен недавно заявил, что конкуренция между США и Китаем неизбежна. Однако добавил, что Китай хочет, чтобы она была здоровой. МИД Китая отмечает, что с приходом к власти демократов во главе с Джо Байденом в китайско-американских отношениях произошли некоторые позитивные процессы. Цитирую. В настоящее время стороны на рабочем уровне начали активную работу по реализации достигнутых соглашений по итогам состоявшегося диалога. Как две крупные державы, которые несут особую ответственность перед всем миром, Китай и США должны всеми силами избегать конфронтации, особенно искусственно создаваемой конфронтации. Конец цитаты. Ну а мы помним, что Министерство торговли США ранее внесло в черный список 7 технологических организаций из Китая, технологических компаний. Все они специализируются на создании суперкомпьютеров, ну в общем и IT-сектора. США не хотят увидеть сильный Китай, особенно в технологическом смысле. Кроме того, на китайский фондовый рынок продолжают давить санкции по теме прав человека, ну вот по теме притеснения уйгуров. Продолжают раздражать оставшийся риск делистинга китайских компаний с американских бирж. К тому же сравнительно недавно китайские власти вот сами оштрафовали Алибабу. Ну и так как все эти темы не новые, то отношение инвесторов к ним постепенно становится более спокойным. Риски немного проясняются и коррекцию, ну вроде бы как начали робко выкупать. Ну настолько робко, что порой это даже незаметно. Но все же фон для выкупа коррекции сейчас не очень, ведь китайские власти продолжают слегка ограничивать ликвидность. Они уже озаботились приведением некоторых своих секторов экономики в нормальное состояние. То есть стараются сдувать сформировавшиеся пузыри. Но текущую коррекцию в Китае вполне могут помочь выкупить американцы. У них-то денег на это дело вполне может хватить. Тем более, что статистика по Китаю продолжает выходить неплохая. Ну, в общем, экономика Китая продолжает чувствовать себя довольно уверенно. Ну вот фондовый рынок немного подвис. Ну вот у китайцев совсем все по-другому. Так, далее, несколько слов про Европу. Кстати, ставьте лайк и пишите комментарии, ведь именно такие ваши действия помогают каналу развиваться. И подписаться можно заодно, здесь у меня много всего интересного и полезного для инвесторов. Несколько слов по короне. В Германии начались некоторые послабления, наложенные на деловую активность. Хотя вот график распространения коронавируса не демонстрирует пока ничего хорошего. Похоже, текущие санитарные ограничения не способны остановить вирус в некоторых европейских странах. Так что сейчас вся надежда на вакцинацию. Ну, справедливости ради, все-таки в других странах, таких как Франция, Италия, ситуация, ну, в общем-то, гораздо лучше, чем вот здесь на графике по Германии. Вакцинация продолжается, но проблема в том, что эффективность вакцинирования вполне может снизиться из-за активной мутации вируса. Так что не все пока понятно с этим коронавирусом, и влияние его на глобальную экономику снижается очень медленными темпами. И как я уже сегодня говорил, упоминал, в глобальном смысле распространение коронавируса сейчас уже бьет рекорды. Точнее, продолжает бить рекорды. Так, еще пару слов про еврозону. Европейский центральный банк сохранил ключевую ставку. Продолжают выкуп долговых бумаг, и финансовые власти всячески демонстрируют готовность помогать экономике, если это будет нужно. Примерно аналогичная риторика УФРС США, и это совершенно неудивительно. Ну, в общем, пока вот так вот. Далее, далее, переходим к российскому инвестированию. Давайте посмотрим российские новости и экономический процесс, так или иначе влияющий на фондовый рынок. Смотрим график индекса Мосбиржи. Ну, у нас тут тоже новые рекорды. Этому способствует внешний фонд со стороны американских площадок и достаточно высокая цена на нефть. Однако, никуда не ушли наши родные санкционные риски. Вы меня неоднократно просили прояснить суть возможных последствий от самых страшных американских санкций. Вот в этом видео, обложка на экране, я рассказал, что может грозить фондовому рынку и рублю, если введут санкции на госдолг, отключат свифт, и если мы не сможем продавать свою нефть. Смотрите, я там попытался провести объективный анализ без нагнетания, лишней бравады там и так далее. Так вот, санкции вводят, обещают новые, но на российском фондовом рынке оптимизм все же пока побеждает. Осторожный оптимизм, можно сказать, что он пробивается сквозь санкционные риски. При этом цена на нефть продолжает поддерживать вот этот самый оптимизм. Смотрим график нефти. Видно, что цена бочки Brent немного подснизилась в последние дни, но все же это очень комфортный для России уровень. То есть, со стороны нефти поддержку российского фондового рынка, похоже, пока остается. И все внимание сейчас будет опять сосредоточено на санкционной риторике. Нефть пока радует, но и риски там есть. Я о них много раз говорил, и здесь повторять я их уже не стану. А пока комфортная цена нефти, небольшая геополитическая разрядка, направили рубль в сторону укрепления. Вот только надолго ли? Вот это как раз таки неизвестно. Рекомендую посмотреть вот это видео. В нем рассмотрены основные курсообразующие факторы, действующие сейчас и дан прогноз. Так что, если интересна аналитика по курсу доллара, то вам сюда, смотрите. В общем, рисков по российскому фонду Brent хватает, но воинственная риторика поутихла. Военные учения закончились, многие выдохнули. Но понятно, что это еще не все, и напряжение еще осталось. В общем, как-то так, а на сегодня я на этом планирую закончить. Хочу вам пожелать удачных инвестиций и достижений ваших финансовых целей. Всем здоровья, большой профит, и да пребудет с вами сила сложного процента. Продолжение следует...